Библейский портал экзегет.ру представляет Тридцатый псалом читаю в переводе Российского библейского общества для библейского портала экзегет. Мы стараемся видеть в этих псалмах некоторые развития. Это сборник. Конечно, каждый псалом самостоятельен, но, тем не менее, они не случайно, как монеты из кошелька высыпались и где какая легла, это определяется случаем. Они не случайно следуют друг за другом, и мы видим некоторое развитие темы. Первая часть псалтири, мы все еще на ней находимся, она рассказывает о условном царе. Почему я говорю условном? Потому что иногда он оказывается действительно явным царем в Иерусалиме. Иногда вот этот Давид, псалом Давида, этот псалом тоже носит такое написание, начальник ухора, псалом Давида. Этот Давид скорее прообраз человека вообще, то есть человека, который вступает с Богом в какие-то очень интересные отношения и пытается о чем-то с ним договориться буквально так, о чем-то его просит, напоминает иногда довольно навязчиво, настойчиво, иногда благодарит его за оказанную помощь, прославляет. И вот тридцатый псалом в этом смысле может быть самый драматургический из всех, которые были до сих пор. То есть в нем много разных настроений, в нем показана, скажем так, динамика этих отношений. Вот обычно другие псалмы, они в статике, то есть какое-то одно состояние зафиксированное. Ну или переход от одного к другому. Просьба и благодарение за ее исполнение. Но это как бы два конца отрезка, но отрезок один. А здесь вот очень сложный узор. Он длинный, поэтому будем читать его по частям. Начальник ухора, псалом Давида. Господь, ты защита моя, не буду унижен вовеки. Яви справедливость, спаси. Склони ко мне ухом твое, поспеши спасти меня. Будь мне скалой, оплотом, прибежущим и спасением. Ты утес мой, твердыня моя. Веди меня на направляемый путь ради имени твоего. Избавь меня от сетей и ловушек, ты защита моя. Я вручаю тебе свой дух. О, Господь мой, верный, спаси. Ну, довольно обычное начало, да, и удивляет только многословие. Вот это все уже звучало много раз. Зачем это еще, еще, еще повторять? Скала, плот, утес, твердыня. Даже переводчику трудно подобрать синонимы, потому что в оригинале разные слова с одним и тем же значением. Некое прочное основание, некоторая крепость, защита, которая может его сберечь. А, видимо, человек не чувствует уверенности, да? То есть он не столько Богу напоминает. Ну, Богу не нужно напоминать 50 раз, мне кажется. Сколько себя уговаривает. Бог моя защита, Бог моя защита, Бог моя защита. Что такое невротическое в этом слышится? Но псалтирь – это очень честная книга. В ней нет образов вот таких вот благочестивых праведников, которые вот в белых одеждах прямо от рождения до смерти проводят жизнь. В ней живые метущиеся люди, иногда грешные, иногда сомневающиеся, иногда даже в отчаянии. Вот здесь такой невротический человек, да? Вот он, Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги. Ты же, ты же, ты же, мой Бог. И в этом чувствуется какая-то неуверенность. Он как бы заговаривает эту неуверенность многократными повторами. И дальше. «Ненавижу тех, кто ничтожным идолом поклоняется. Я на Господа уповаю». И вот вдруг прорывается эта ненависть. Мы не любим такие чувства в себе. Мы когда молимся, мы не хотим, чтобы они выскакивали. Но псалмопевец – честный человек. Еще раз скажу, он не идеальный, но он честный. То есть Богу он говорит о том, что есть. Правда, можно сказать, что ненависть – это еще и отвержение. То есть я не с ними. Мне они противны. «Я ликую, видя твою доброту. Ты узнал про мою беду и понял, как тяжко мне. Ты не отдал меня врагу. Ты выводишь меня на простор. Сжалься, Господь, тяжко мне. Воспалились от горя глаза и душа и нутро мое. Жизнь моя тает от горя, годы мои от стонов. За грехи моя сила увяла и кости иссохли». Смотрите. А вот здесь он говорит совершенно противоположные вещи. С одной стороны. «Я ликую, видя твою доброту». А с другой стороны. «Сжалься, тяжко мне. Воспалились от горя глаза». Это как вообще? Такое ощущение, что два разных псалма взяли. И вот из одного кусочки, из другого. И вот так вот их склеили. Они прямо один за другим следуют. Потом опять первый, опять второй. Да нет, мне кажется, это состояние человека. Да. Он, с одной стороны, имеет опыт общения с Богом. Имеет опыт спасения в каких-то его бедах. А с другой стороны. Вот сейчас ему плохо. И мы даже не знаем, почему. Может быть, это какая-то депрессия его, в конце концов. То есть не то, чтобы обязательно на него напали. Там есть места, где говорится, враги на меня носили, враги носили. А здесь, да, он к этому тоже перейдет, но как бы во вторую очередь. Может быть, даже он это видит, потому что он в таком состоянии. А с другой стороны, он помнит о своем опыте общения с Богом, о своем опыте радости от того, что все это было. Дальше. Он только что говорит, яви справедливость, спаси, и вдруг за грехи мои силы увяло. То есть это что же? Это исповедание грехов. Для псалтири не очень характерное настроение, но оно там встречается несколько раз. Вот, например, здесь. То есть человек как будто заговаривает свою тревогу, но при этом эта тревога прорывается, и прорывается его ощущение, что все-таки не все у него хорошо. Ну, а дальше более подробно. «Надо мной глумятся враги, и даже соседи мои. Друзьям страшно смотреть на меня, встретив на улице, прочь спешат. Я забыт, как будто мертвец, я как будто разбитый горшок. Повсюду слышу злословие, ужас со всех сторон. Люди против меня сговорились, замышляют меня убить». Интересно, что если замышляют тебя убить, то это очень серьезный повод. И такое ощущение, что тут он немножко фантазирует. То есть для начала он говорит, все от меня отвернулись, никому я не нужен, неинтересен. Я думаю, чувство, которое мы часто, ну, не часто, но иногда испытываем все. Вдруг они хотят меня убить. То есть скорее вот он в этом своем невротическом состоянии приходит к этому выводу, почему они со мной не разговаривают, почему друзья от меня отворачиваются. А, они, наверное, замышляют против меня, убить меня хотят. Вот даже какой-то такой, ну, немножечко неадекватный у него настрой. Но и это у нас бывает, да. То есть псалтирь – это карта наших душевных и духовных состояний, да. И такими бываем мы. И какой же из этого вывод? То есть вывод из этой депрессии – это молитва к Богу. Да, все плохо, но я с тобой. Господи, защити меня от них. Вот, собственно, урок этого псалма, да. Не нужно стесняться своей депрессии, своего уныния, своего отчаяния, да. Они приходят иногда. Но нужно с ними работать, нужно что-то делать. И вот этот псалм показывает, что и как. «О, какое сокровище Ты приготовил для боящихся Тебя, для уповающих на Тебя, приготовил у всех на виду. Ты скрываешь их под синюю лица своего, укрываешь от злобы людской, даешь убежище от клеветы. Благословен Господь! Я был словно в осаде, Он явил мне милость свою. Я подумал в смятении, Ты не хочешь смотреть на меня, но Ты услышал мою мольбу, когда я Тебя призывал». То есть, и вот здесь такой вывод из псалма, от человека все отвернулись, он говорит, наверное, Бог от меня отвернулся. Поэтому вначале он такой нервный, да, он говорит, Господи, услышь, Господи, помоги, Ты моя твердыня, Ты моя защита, Ты моя скала, Ты моя то-то-то-то-то-то-то. А в конце он немножко успокоился, он говорит, Ты услышал мою мольбу. Даже не сказано, что спас, всех их наказал, но скорее такое внутреннее чувство, что молитва услышана. Я думаю, тоже, в общем, всякому человеку, который имеет опыт молитвы, знакомая. Может быть, еще ничего не изменилось в окружающем мире, но некий мир внутри наступает. Возникает ощущение, что действительно Господь это услышал, и Он как-нибудь все устроит. Очень часто совсем не так, как я хочу, но как-нибудь. И вывод. «Любите Господа все, кто предан Ему. Верно Господь хранит, а гордецам отплатят со сбытком. Мужайтесь, да будет ваше сердце твердо, все уповающие на Господа». Интересно, что призывом к мужеству, к твердости сердца заканчивается псалом, который начинается с крайнего немужества, с крайней нетвердости сердца. То есть вот здесь у нас опыт молитвы как психотерапии, если хотите, да. То есть человек, сегодня есть всякие разные специалисты, методики, тогда их не было, но человек и тогда испытывал вот эти чувства отчаяния, брошенности, ненужности, уныния. И в молитве он старается преодолеть это чувство, да, причем не может себе запретить чувствовать. Никто из нас не может. Мы можем запретить себе что-то сделать или сказать, но чувства, они внутри нас, они не спрашивают разрешения. Но мы можем с этим чувством что-то сделать. Мы можем куда-то его направить, мы можем в чем-то его выразить. Вот здесь псалмопевец выражает его в молитве, и эту тему молитвы продолжит следующий 31-й псалом. Продолжение следует...